Девушки отдыхают Музыкальная тема, конечно, не дай бог, а анекдот о нас, об Ивановке. Ну это когда, дай бог, чтобы они жили долго, счастливо, рожали детей, хиты были хитами, всю оставшуюся жизнь творческую. Это когда группа Иванушки Интернешнл, скоропостижно, оказались в гостях у... А врата рая апостол Петр стоит и встречает. Вы кто? Вы куда? Говорят, мы вот в рай пройти можно. Он говорит, а вы кто? Мы музыканты. Музыканты. А группа как вас называется? Иванушки Интернешнл. Это не вы ли там поете «Колечко», «Тучи», «Снегири»? Да, да, мы, мы, конечно, господи. Проходите, какие же вы музыканты? Музыканты вон в очереди, «Родинг Стоунс». А на что Батвиенко сказал? Шансы есть. А второй про... тоже тема райад. Как умирает старый грешный еврей, попадает в ад. И обзор на экскурсии его, значит, Сатана ведет. Говорит, вот тут у нас, вот, добро пожаловать к нам в ад. Тот ходит, смотрит, как-то ничего. Как-то музыка какая-то играет, марихуанкой пахнет, какой-то женский смех там. Казино работает. Он говорит, это точно ад? Он говорит, да, ад, наш ад, вот, пожалуйста. Он ходит, ну, как-то там все, все, ничего, там все неплохо. Вдруг они заворачивают за какой-то угол, за угол. Там котлованы, там котлы в этой там черте людей милыми, значит. А-а-а, не беспокойтесь, это христиане, им так нравится. Ой. Вот, а тоже мне очень нравится. Значит, идет турист, ну, еврейский турист, да, бывают еврейские туристы. Идет еврейский турист в кору. Сорвался в пропасть, зацепился за кустик, висит вот так вот. «Эй, кто-нибудь!» Голос с неба. «Я здесь!» «Кто я?» «Господь!» «Господи, спаси меня!» «Отпусти руки!» Пауза. «А еще кто-нибудь есть?» «Да, хорошо. К богу приходит сатана и говорит, боже, ты посмотри, что у тебя на земле-то творится. Вот он говорит, а что у меня должно твориться на земле?» «Вы-то разврак-то!» «Да ладно!» «Отпусти руки!» «Смотри!» «Перещается в голую бабу, спускается на землю и ложится на паперке прямо перед церковью, еще и ноги раздвигают. Мимо идет святой отец, смотрит, лежит голая баба, по сторонам посмотрел, никого нет, рясу задрал, сделал свое дело, поправил рясу и зашел в церковь. Баба возвращается на небеса, при дочи бога, превращается в сатану и говорит, ну что, видел? Бог превращается в святого отца и говорит, вот так нас чертей трахали и трахать будем. А тоже очень хорошо, значит, Христос с апостолами идет по умрю, я к посуху. Ну, апостол, значит, апостол, допустим, Матвей говорит, «Господи, апостол Петр ушел по щиколотку, передайте апостолу Петру, чтобы укрепился в вере и следовал за нами. Господи, апостол Петр ушел по пояс, передайте апостолу Петру, чтобы укрепился в вере и следовал за нами. Господи, апостол Петр ушел по горшку, передайте апостолу Петру, чтобы не выделывался и шел, как все, по камушкам. Хорошо. Вот такой вот религиозный анекдот. Я, в принципе, человек саморелигиозный, но, с другой стороны, считаю, что это не грех. Анекдот такой. Стоит Иисус перед толпой, которая собирается побить блудницу камнями. И Иисус Христос обращается и говорит, что вы делаете? Вот кто из вас без греха, вот те пусть бросят камень в проститутку, в женщину, значит, ну, толпа притихла, стоит все с камнями, все. И вдруг расступается, выходит старенькая женщина, нагибается за камнем, замахивается Иисус, говорит, мама, мама, ну, сколько я вас раз просил, когда я работаю, не надо мне мешать. Какой костюмственный анекдот. Мама, ну, не вмешивайтесь, пожалуйста, в мою работу. Или еще такой анекдот. Ну, значит, играет Иисус в гольф с кем-то. Играет, бьет, значит, мяч летит совершенно не туда, в сторону. Внезапно выскакивает леса, хватает мяч, начинает с мячом удирать в лес. С неба пикирует ястреб, вырывает у леса шарик, летит, роняет шарик, шарик падает, резкий порыв ветра, и шарик летит прямо в нужную лунку. Иисус поднимает голову, кричит, папа, ну, я же просил не подыгрывать мне. Христос подменяет, там, Петр отошел в нужде, значит, Христос его подменяет у ворот ада, рай, прости, Господи. Ничего, да? Значит, у ворот рай его подменяет Христос. И видит, поднимается, значит, какой-то пожилой человек, он говорит, кто ты там, ну, куда тебя там определить, к нам ли не к нам. Он говорит, да я что я, говорит этот старик, я-то простой плотник, я простой плотник. Но вот сын у меня, сын, он столько добра людям сделал, его все знают, его все так любят, почитают. Он говорит, папа тот, говорит, Буратино? Антропоморфный дендромутант. Так по-научному называется Буратино. Это круто. И серия Буратино, да? Почему Буратино любит высотников? А потому что не кочегары они и не плотники. Папа Карло заходит в коморку, в темноте наступает на кучу опилок и говорит, твою мать, ты опять Буратино насрал. Мертвый Буратино лежал на поляне, а над ними черными воронами кружились дятлы. Кто там у них самый главный? Это Карабас-Барабас. Конец рабочего дня, он приходит, коморка, ну, в общем, все. Он сидит уставший, настроение жуткое. Ну, просто он, ну, вот все не так, сборы не те, вал не тот, никуда не продается. Ну, то есть, вот, аховая ситуация. Он так, ну, говорит, давайте, дети мои, развлеките папку. И, значит, Малина с Артемоном, Артемон там с Буратино, Буратино там у Пьеро. То есть, вакханалия, о которой трудно даже мечтать, представить. Ну, что-то за заоблачное такое страшное. Сидит, гладясь, сел по бороде, по животу, говорит, ах, вот такой театр-то я люблю. Молодые люди, куда это вы с этими обугливающимися деревяшками-то, головешками, куда, 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 шашляки жарить? Вы что, с ума сошли? Это же больница. Да шутим, шутим, Буратино несем ожоговый. Ой, медицинская тема. И очень они, короткие такие анекдоты. Доктор, у меня голова кружится. Я вижу. И еще такой же короткий анекдот. Доктор, доктор, меня все игнорируют. Следующий. А, это еще и с доктора, как же. Доктор, помогите, у меня запор. У меня тоже не шестисотый, следующий. Ну, на самом деле, про гинекологов масса анекдотов. Вот, например, такой. Судят гинеколога за убийство женщины. Вот, ну, его спрашивают, говорит, ну, как вы вообще дошли до такой жизни? Вы врач, представитель самой гуманной профессии. Вот, и убили какую-то несчастную женщину вообще. Просто с диким воплем били ее кирпичом по голове. Вот, он говорит, да вы понимаете, я утром, значит, встал, проснулся, подходит старшая дочь. Говорит, папа, там, поставь мне спирали, а то сегодня вечер веселый, боюсь залететь. Вот, потом подходит младшая дочь, говорит, папа, знаешь, я, наверное, залетела, посоветуй мне там кого-нибудь из своих коллег. Потом я прихожу на работу, там, у меня 10 абортов, 50 осмотров. Вечером я выхожу с работы и иду домой по улице, и вдруг подходит эта женщина и говорит, дай на похмел, я тебе все покажу. Женская компания, девушка делится впечатлениями. Вы, говорит, не представляете. Во-первых, это стоит столько, страшно сказать. Но смотрите, что я сделала. Тут подкололи, тут подтянули, тут подкачали, тут отсосали. Я вам скажу по секрету, еще на сумочку осталось. Потом из серии, опять же, да, пластической хирургии, женский такой анекдотик. Говорит, вы не представляете, пошла к пластическому хирургу, но была красотой. Что он сделал? Он, значит, разрисовал страшными маркерами, цветами, сказал, что вот тут вот он сделает, значит, ботекс, тут какие-то ниточки. Показал, что это будет. Я поняла, он ведь меня испортит. Очень душевно, да. Еще, значит, мужик приходит к врачу и говорит, доктор, вы знаете, у меня аппаратура не функционирует никак. Он говорит, осмотрел его, посмотрел, говорит, да, могу вам помочь. Есть два средства. Есть одно импортное, стоит 10 тысяч долларов, очень эффективное. Есть наше отечественное, 5 тысяч долларов и срок употребления в три раза дольше. Но, пожалуйста, выберите, что вы хотите. Мужик говорит, вы знаете, мне нужно посоветоваться с женой. Уходит, на следующий день врач его встречает на улице и говорит, ну, что же вы не заходите, что вы с женой решили? Он говорит, решили, что будем ремонтировать кухню. Тоже, значит, двое в постели. Дорогой, а ты купишь мне новый гарнитур? Куплю. А новый сервиз? Куплю. А шубу? А зачем тебе шуба? Совершенно уникальный скрипичный концерт, который со времен Паганини никто не решался исполнить. Но вот нашелся такой скрипач, виртуоз. Ему там нашли лучшую в мире скрипку, выдали на этот вечер. Он готовился очень долго. И вот он исполняет этот концерт. В зале полная тишина, все внимают, льется божественная музыка. И вот, когда, значит, затихает последний аккорд, и такая краткая пауза перед тем, как зал должен взорваться аплодисментами, и вдруг раздается душераздирающий вопль. «Врач! Есть ли в зале врач?» С другого конца зала крик. «Да, я врач!» «Не правда ли офигительно, коллега?» Замечательно. Тоже это недавно мне рассказали. Приходит соседка к своей подруге и по лестничьей клетке, и говорит, слушай, ну как здоровье твоего мужа? «Что? Ну как?» «Да, лучше, но все равно целыми днями ловит рыбу в ванной. Слушай, ну надо психиатра вызвать, ну психиатра вызвать. Мне же тоже хочется свежей рыбки. Алло. Ну давай, давай. Я секунду, я буду дублировать. Бабушка на рынок приходит рыбу покупать. Дальше. «Рыба-то свежая». Спрашивает у продавца. «Сынок, рыба-то свежая?» «Рыба-то свежая». «Хорошо!» «Ладно, сейчас что-нибудь еще вспомним. Больше от нас дина ничего нет?» «Нет, можно просто от этого выйти». «Ну ладно, давай, шлите СМС, будем зачитывать». «Все, давай, пока». «Рыба живая-живая, а чего не двигается, спит? А чего воняет, а вы, когда спите, за свои действия отвечаете?» «Мужик едет в СВ, в поезде, рядом с ним лежит мужчина. Ночью он просыпается от жуткой вони, включает свет, смотрит, мужик обделался. Он убудет и говорит, мужчина, вставайте, вы во сне обосрались. Говорит, не надо меня трясти, я не сплю». «А это старые, когда бабушка, а вы правда живете около стадиона?» «Да, да, 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 да!» «И там, бабушка, вы живете около автострады?» «Бра-а-а! Бра-а-а!» «А последние придумали, бабушка, а вы правда живете около военного училища?» «Едут в купе еврей и хохол. Хохол из баула достает батону, вдоль разрезает, на него такой шмат курицы, его так жареной положил, сверху огурцы, помидоры, сидит, жрет. Еврей достал из кармана такую сухонькую рыбку, такую тараньку, и грызет, и смотрит так на хохла. Хохол говорит, что ты рыбку-то ешь? Бедный, что ли? Только говорит, дурак-то, Хохол, где ты видел бедного еврея? Мы все богатые. А почему богатые? Потому что умные. А почему умные? Потому что едим рыбу, а в ней фосфор. Понятно тебе? Только ты что, а давай поменяемся. Еврей говорит, ну хорошо, на. Отдал хохлу рыбку, сам взял этот бутерброд гигантский и наворачивает. Хохол, так рыбка, так себя, зуб сломал. Говорит, слушай, по-моему, ты меня обманул. Говорит, вот, видишь, уже умнеть начал. А знаете, как это еврейского мальчика отдали православному батюшке, чтобы акцент исправить, все-таки хотят в город учиться, чтобы акцент убрать, акцент на неделю к православному батюшке в семью. Сейчас в неделю возвращается батюшка и говорит, заберите вашего ребенка. Про дедушку Мороза, вы знаете, да, анекдоты, когда на почте письмо завалялось деду Морозу? Как-то перед Новым годом на почте обнаруживают конверт, на котором дрожащей детской рукой написано «Дедушке Морозу». Ну, думают, что делать? Обратный адрес есть? Есть. Думают, ну, может, сейчас открыточку пошлем ребенку. Открыли конверт. А там, значит, дорогой дедушка Мороз, пишите там, Сережа, из такой-то там вот деревни. У меня ничего нет. У меня нет ни теплого пальтишки. Ни теплых сапожечек, ни теплой шапки, ни теплых рукавичек. Пожалуйста, дедушка Мороз, если можешь. Я тебя очень прошу, вышли мне на Новый год варежки, сапожки, тулупчик какой-нибудь и шапочку, а то ведь замерзли. Дедушка Мороз, пожалуйста. Ну, как-то все на почте растрогались, расплакались. Бедный мальчик там, собрали всем миром, собрали, принесли из дома, значит, ему и шапочку. Теплая пальтишка, теплые ботиночки. Варежек никуда не было, варежек не отправили. Запаковали в посылку и по этому адресу отослали обратно. И через два месяца приходит письмо Деду Морозу. Тем же почерком. Дорогой дедушка Мороз, большое тебе спасибо. Такие ты мне подарочки замечательные прислал, подарил на Новый год. Огромное тебе спасибо за теплая пальтишка, за теплую шапочку, за теплые ботиночки. Вот только варежки, сволочи, наверное, на почтам-то стырили. Такой добрый, добрый, а не добрый. А это, наверное, самое что. Дорогой дедушка Мороз, пришли мне, пожалуйста... Дорогой дедушка Мороз, единственное, что прошу у тебя на Новый год, пришли мне, пожалуйста, список девочек, которые плохо себя вели. У начальника городской думы потерялся сын. Мальчик 12 лет. Особые приметы. Подполковник. Значит, американский полковник спрашивает компьютер вопрос, наступать или не наступать. Компьютер отвечает, в секунду, yes, полковник, что yes? Yes, sir! Такой анекдот. Еще такой про педагогический. Это, значит, такой химический, а есть компьютерный, замечательный. Вот появилась серия компьютерщики, компьютерный юмор. Тоже сын спрашивает, папа, почему вот солнце вот на востоке восходит, а потом на западе заходит? Папа говорит, а ты что, часто это видел? Да. И что, вот каждый раз, вот на востоке заходит? Да. И что, вот каждый раз на востоке восходит, на западе заходит? Да. Что работает? Он говорит, работает. Не надо трогать. Рок математики Мария Ивановна спрашивает. Машенька, да, в жопе нога. Сколько будет дважды два? Машенька, пять. Машенька, садись. Ты никогда инженером не будешь. Садись. Так. Сереженька, да, в жопе нога. Сколько будет дважды два? Восемь. Садись. Садись, боже мой. Вовочка, да, в жопе нога. Сколько будет дважды два? Четыре, Мария Ивановна. Вот, дети, учитесь у Вовочки Вовочка знает, сколько будет 2х24 Вырастет, будет инженером И дальше Вовочка садится, все, дальше урок продолжается 10 минут, Вовочка Марья Ивановна, да, Вовочка, вжопи нога Встань, когда ты с инженером разговариваешь Дети трудно на уроке Детям Так, дети, сегодня будем делать Гроб Все дети, а зачем? Схорониться мне надо Это хорошо Огромная сила Но она, конечно, есть совершенно Вот такие Актерские, точные, психологически Точные, вот, замечательные Такой педагогический К вопросу А в педагогике Ответвление, когда сынок спрашивает у папы Пап, а почему яблоко откусишь А оно потом коричневое, не знаешь? Почему яблоко откусишь А оно потом коричневое А папа ему и говорит, видишь ли, сынок Когда ты своим зубами нарушаешь Оболочку яблока То железо, содержащееся в мягких тканях яблока Вступает в химическую реакцию окисления с кислородом воздуха И получившийся в результате оксид железа Приобретает характерную для этого соединения коричневую окраску Сын говорит Пап, ты с кем сейчас так долго разговариваешь? Вот такой милый психоделический почти анекдот Зима, холод, снег, сугробы Гражданин идет по улице И вдруг веет навстречу, напевая Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля Бежит маленькая девочка лет семи В развивающемся коротком платьице В сандаликах на босу ногу И прыгает через скакалочку Он ее останавливает, кричит Девочка, девочка, что делаешь? Ты почему так ходишь по улице? Он говорит, ну так ведь лето Какое же это лето? Ну девочка оглядывается Говорит, ну вот такое фиговое лето Утро Человек уходит на работу Погода прекрасная Солнце свесит Птички щебечут Небо голубое Цветочки растут Девушки в коротких юбочках ходят Этот же человек Возвращается с работы Солнце вообще в глаза кошмар Ужас Птички, сволочи Заткнитесь вообще, чтобы я вас не слышал Травка не радует Юбки вообще, чтобы подальше куда пошли Вывод Значит, работа его удовлетворяет Хоккеисты думают, что земля имеет форму шайбы Футболисты умнее Я еще такой по поводу футбольной темы чемпиона Сейчас вообще актуально Все время нам не везет Все время судьи попадаются Заслуживают Так вот Идет матч И судья явно Работает против хозяев поля Подсуживает гостям Ну и возмущенные болельщики Возмущаются Ну явно просто подсуживает И все Все это понимают В итоге Не выдерживают болельщики Ринулись милиция Их сдерживает Чтобы не было скандала Хватает этого судью Останавливает матч Думает Ну Для того, чтобы не было побоища Отвели его в раздевалку Тренер Команды гостей Заходит в раздевалку Судья сидит Руку Держит возле лица Переживает И тренер говорит Ну Ну я понимаю Стыдно вам Да стыдно Да нет Да нет Не в этом дело Нет Ну а что Что такое Что наши болельщики Заплатили вам Да Чтобы вы нам Подсуживали матч Я понимаю Да нет Нет Не в этом дело Ну вы так не расстраивайтесь Ну Мы бы все равно проиграли Вы скажите В чем дело Что вас пугали Да Убить хотели Вас или вашу семью Да нет Ну а в чем же дело Да ну Ну просто Ну болею я А это когда Родители возвращаются домой А дома Открывает дверь А дома Погром нереальный Все вверх дном Вообще Кошмар просто Сидит абсолютно Невменяемая Посередине дочка Такая Глаза выпущенные В ступоре Она говорит Люся Что здесь было А я Подружки приходили А где рояль Люся Послушать Дала Наркоманов Вот был Красивый анекдот Лети 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 Лепесток Через запад На восток Через север Через юг Возвращайся Сделав круг Залети К бабушке В Тверь К дедушке В Житомир Только пожалуйста Отпусти нас Волшебная трава Алло Здравствуйте Я бы хотел Вас заказать Дорожку Как столько Граммов Я что Не в боулинг Попал Маленький Мальчик Сидит на Открепленной Машинке Мимо идет Ракомат Что ты Плачешь Колеса Потерял Это печально Конечно А сейчас Что делаешь Не видишь На трапке Сижу Ну тоже Неплохо Телефон Когда был Когда муж Возвращается Домой С работы Жена Звонит ему В машину И говорит Вася Ты как Он говорит Все нормально Вася Ты скоро Приезжаешь Скоро Скоро Вася Ты не можешь По пути Купить Хлеб И булки Могу Вася Он говорит Подожди У меня вторая Линия Да Что ты Сказал Это Не Мой любимый Готт про наркоманов Конкретный Значит Чувак Значит Принял дозу И его Прям Ну как Убило И он Сесть Срочно Сесть Куда-нибудь И заходит Какая-то дверь Он заходит Парикмахерский салон И он такой До первого кресла Доползает И в кресло Так Сидит Подходит Стилист Парикмахер Говорит Добрый день Здравствуйте Вас побрить Постричь Он такой Побрить Побрить Очень хорошо Ну тогда голову Подивите пожалуйста Постричь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому